приветствую всех на моем канале канале о плетении вязание и просто жизни в сегодняшнем видео я хочу выполнить свое обещание и показать как я делаю вот такие розы которыми я украсила шкатулку о том как я плела саму эту шкатулочку есть видео на моем канале ссылочку я размещу такие розы я делаю из атласной и парчевой ленты я пробовала также из ткани делать но у меня получилось осечка скажем так я взяла слишком толстую ткань и не смогла этим способом сделать вот так вот стянула с обратной стороны у меня получились вот такие вот розочки но совсем другой принципе изготовления просто хочу предупредить что атласная лента идеально подходит к для изготовления роз моим способом вот очень красиво смотрится розочка по краям которой по ленте проходит люрексовая ниточка она прям украшает ее оживляет к сожалению мне попалась только синяя вот такая но тем не менее даже синяя такая экзотическая роза на мой взгляд очень симпатично смотрится у ней 3 сделать но побольше одну поменьше вот вот такая вот яркая тоже неплохо смотрится и так для изготовления большая роза из широкой ленты я отмеряю метр двадцать а из узкой метр ровно у меня есть линеечка на 30 сантиметров я просто четыре раза вот так вот обматываю для того чтобы все мои розы были одинаковые четыре раза обмотала и обрезала ножничками ленту затем я зажигалочкой обжигаю вот эти ниточки которые торчат чтобы они дальше у меня вот это вот не было безобразие лучше сразу все обжечь она не очень красиво смотрится но его не будет видно я сразу хочу предупредить что способ придумала не я я его увидела где-то в пинтересте конечно же как всегда кто-то из девочек выкладывал фотографии как он делает я долго крутила крутила и наконец когда у меня получилось я пришла к выводу что это самый простой оптимальный самый красивый цветок который я делала я делала различные цветы из бумаги и тоже из лент но вырезала кусочками в общем-то мне показалось более трудоемко скажем так мне не понравилось этот метод мне показался самым лучшим поэтому я уже несколько лет делаю только такие розочки и покажу как я это делаю такое длительное вступление прошу прощения теперь просто буду показывать как по крупным планом чтобы было видно вот немножечко наискосок это это специально первое действие это вот заткнуть вот такой вот сделать как бы треугольничек сразу же иголочку на конце ниточки конечно же у меня узелочек и вот такими мелкими шажочками я прошиваю край загнутый край вот это треугольничек следующее ну кому как нравится кому нравится совсем чтоб он был очень плотная кому-то больше нравится чтоб он был более раскрытый цветок поэтому нам нужно примерно вот я буду брать на вот ширину как вот полоска моей скатерти можно даже немножечко побольше так вот складываем и вот этот верхний правый угол загибаем здесь выровнять и прошиваю дальше также мелкими шажочками вот такой лепесток получился следующие точно такой же точно такое же действие сложила пополам вот так три виточка получается правый верхний завернула я всегда когда пользуюсь такими вот красивыми вещами которые получаются или как бы сказать не знаю когда я не знаю кто мазь действительно придумал это и настоящий как бы сказать хозяин мастер-класса я всегда говорю дай бог здоровья этому человеку я не могу его поблагодарить лично но хотя бы вот так вот посылаю ему самые лучшие пожелания и благодарность точно так же я прошила еще одно получилось одна вот тут листик дальше я опять от меня в общем одни и те же движения я буду повторять до конца сложила пополам получается их 3 сложила еще раз пополам мне очень неудобно я заглядываю за камерой поэтому руки как деревянные получаются но если вязать о господи вязать если вот шить перед собой как удобно делать то конечно это все аккуратнее смотрится прошу прощение вот еще один получился у нас листик и вот так я сейчас дойду до конца можно сначала булавочками даже приколоть вот так вот сделать вот такие вот листики приколоть их и булавочками и потом сшить но я так не делаю я шью сразу если кому-то удобно почему нет никто же не запрещает еще такой нюансик если нитка оказалась слишком короткой то вот эти прошитые можно немножечко вот так подтянуть мы все равно их потом будем подтягивать поэтому вот так вот подтянуть вполне приемлемо и я дошила до конца и у меня остался один кусочек в этом случае подошью я начинал я заканчивать буду так как и начинала сложила пополам и все треугольничек будет этот хвостик надо обрезать немножечко не ровно у меня обожглось значит я вот так вот и вот этот хвостик я закончу так как начинала вот такой таким вот лепесточком вот такая конструкция у меня получилось теперь я переворачиваю лицом к верху и буду сшивать свой цветок можно конечно взять клеевым пистолетом если кому-то удобно но я пробовала и так и так мне больше нравится сшивать для этого вот ниточку мы обрезаем подальше рядышком с иголочкой и хвост пока не завязываем я сейчас заправлю новую нитку в иголочку и покажу как я буду сшивать и так вот зачем я оставила длинный хвостик ниточки для того чтобы подтягивать для начала нам нужно вот этот край с которого мы начнем прям в гармошечку стянуть а дальше уже по степени как вам больше нравится если хотите более раскрытую розочку значит надо посильнее вот здесь подтягивать лепестки тогда они будут открываться я начинаю с левого уголочка я стянула вот она у меня прям вот лепесточки видно и я делаю сердцевинку немножечко разровняю и начинаю скручивать немножко скрутила подшила принципе клеевым тоже удобно но я почему-то обжигаюсь когда вот розы делаю не знаю у меня не получается его я присматриваюсь каждый листочек выворачиваю клей ждать не хочет пока я это все все греет скреется и обжигает пальцы поэтому я пришла кнопку что мне удобнее шить вот она сердцевинка а дальше смотрим если хочется прям сильно раскрытую его как закулку для волос как брошь можно сделать так сильно прям раскрытая вот она роза мне нравится более подтянутый вариант когда она была такая плотненькая значит я вот так сильно стягиваю и когда я подшиваю тоже подтягиваю вот так вот и у меня получится вот такая вот розочка я шить на камеру не буду принцип я показала надеюсь вам такие розы нравится тоже как и мне если нравится подписывайтесь делайте будем плести вместе на этом я прощаюсь желаю всем сал всего самого-самого хорошего берегите себя и своих близких пока пока